Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение недельной главы Торы ЦАВ. Сегодня рассмотрим закон о запрете есть некоторый жир животных. Тора нам запрещает употреблять в пищу жир животных, который мы приносим на жертвник. Это три вида животных, быковца и коза. Не то, что нельзя любой жир животного есть, нет, но тот жир, который мы сжигаем на жертвнике, это внутренний жир животного, который легко снимается с кишек. Там написано, что жир, который над тазом, который над печенью, там это все написано. И надо отделить его, грудно-брюшную природу от печени вместе с жиром, вот это все отделяется и сжигается на жертвеннике. Во всех случаях он сжигается. В случае жертвы сожжения само собой, в жертве грехочистительной тоже, тоже и в повинной, и естественно и в мирной жертве, которую мы едим. В общем, это запрещено. Но человек хочет поесть жир. Хочется вот ему, хочется и все. Тора нам это не запрещает. Даже такой жир, который нельзя есть у этих трех животных, у диких животных можем мы есть. У любого другого животного, которое является диким, их огромное количество, этих животных. То есть, допустим, Тора нам дает в главе 10 животных таких. Там написано, что горная коза, олень серна, козерог сага, буйволосца, 7 диких. У них, пожалуйста, у этих животных мы можем смело брать этот жир внутренний и есть. И на это нет никакого запрета. Под сомнением есть там, допустим, животное, которое является горным козлом. Допустим, он похож на такого коза, чтобы что-то не перепутать. Допустим, есть сомнения, надо убедиться, что это не домашняя коза, допустим. Это да, это надо проверить. А так, любую антилопу, любого джирана и любого быка дикого мы можем жир есть. Того, который мы не приносим на жертвенник. Мало того, Тора говорит, есть нельзя, но использовать его можно. То есть, допустим, если мы им пользуемся для каких-то других целей, не для еды, то Тора не запрещает. Допустим, если мы нарезаем резьбы на трубе или на что-нибудь, то тогда можно смазать трубу эту жиром и, пожалуйста, можно его использовать. Тора это. Но, тем не менее, есть нет. Даже животные, которые вообще само по себе не кошерные, если мы пользуемся их, допустим, жиром, то не будет на этом запрет. Допустим, свиной жир тоже. Ведь мы знаем, что одежду из свиной кожи нет запрета нам. Купить какую-то обувь или что-нибудь запрета на это не стоит. Только есть нельзя. И когда-то, интересно, Равин, Раву и Суперфин, мы с ним разговаривали, он говорит, что можно минору, допустим, хануки именно, заполнить любым жиром. Я говорю, ну как же любым? Ну а если это, допустим, свиной жир, смалец или что-то? Он говорит, ну и что? Я говорю, как, написано, что нельзя к трупам некошерных животных прикасаться. Он говорит, а у них разный статус. У них разный статус. У мяса некошерного животного, да, это его нельзя прикасаться. А жир это другое. И не будет даже запрета, если мы зальем эту минору смальцем и она будет кошерная. Это, конечно, меня удивило, но так и Раша пишет, что статус у него разный с мясом. Допустим, тех животных, которых мы знаем, что если вот они вот некошерное мясо, вот дотрунулись с ритуально нечистыми, то жир этого животного нас ритуально нечистыми не делает. Но есть его по-любому не запрещает Тора. Другим законам Тора нам запрещает его все равно есть. Хотя, от того, что мы прикоснулись, мы ритуально нечистыми не становимся. Вот так вот. Что касается крови, мы уже говорили, что кровь животного запрещена в пищу, где бы мы ни жили. Запрещена, допустим. Но кровь рыбы, пишет нам Раша, кошерно. Не только рыбы, но и насекомых. Тора говорит, четыре вида кузнечиков, которые нам можно есть. Саранча, сарям, харголих, агав. Это в главе Шменения, по-моему, указано в следующей главе. То не надо их специально шхетовать. Жарят там есть. Мы просто на сегодняшний день потеряли какие-то виды кузнечиков. Мы и поэтому их не едим. Потому что мы не знаем. Раша уже тысячу лет назад писал, что они бывают с крыльями короткими, длинными, разные виды. И мы на сегодняшний день потеряли эти знания. Только поэтому мы их не едим. Вот так вот. Ташкенавские евреи их не едят. А евреи сифарские, они говорят, мы знаем, каких можно есть. Они едят. Они по своей традиции едят белую саранчу, серую, пятнистую и крапчатую саранчу. Они едят четыре вида кузнечиков. Но тоже это должно быть только стайная саранча. Одиночных кузнечиков они тоже не едят. То есть их жарят, едят как-то, не знаю. В общем, мы не едим. До прихода Машеях мы не знаем, какие. Поэтому мы к ней прикасаемся. Прикасаться можем, но есть не едим. Вот так вот. Ну, в принципе, вот это все, о чем я сегодня хотел говорить. Завтра мы начнем уже рассказывать о подготовке к службе к храме. Это семь дней. Где нам Всевышний сказал готовиться к службе. Коины семь дней будут готовиться. Приносить специальные жертвы, они удивительные. Но об этом мы уже будем говорить завтра. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Мойше бен Давид, Берта бен Исрейль, Павел бен Ефим, Яков бен Нахум, Лавир бен Григорий. За здоровье Давид бен Стелла, Светлана бен Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Ицхак, Инна бен Мира, Борис бен Мария, Мойше бен Маня, Анна бен Ривка, Полина перв бен Соня Сура, Лена бен Клара, Жемот Ида, Анна бен Елена, Финн бен Эстер, Двора бен Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бен Двора, Йосиф бен Раиса, Инесса бен Маэль. Евгений бен Берта, Евгений бен Ита, Фера бен Анна, Геннадий бен Елена, Елена бен Инесса, Ольга бен Светлана, Йосиф бен Бен Сара, Таня бен Фрида, Ида бен Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бен Белла, Яков бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бен Берта, Ася бен Года, Марк бен Нина, Ира бен Вера, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана цепора бен Сара, Ида бен Хая, Авива, Ефим бен Соня, Майя бен Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бен Броня, Гая Бацари Масло Барсасгуа Ирина Батури Арон Ребенури За хороший дух Арон Ребен Двой Родниц Бен Ахум Авигаль Бацара Хана Бат Абрагам Рафаэль Рилей Бен Лариса Галья Бат Гедалья Парасай Брют Ларир Бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Барна Саков Она мазала то, что мы это время не грешили Читали Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть срочно закончится страшная война И до следующих встреч Надеюсь, она состоится завтра в 15 часов Шалом